Ну что, основные квесты за фракцию Боготов мы выполнили. Ничего особо интересного здесь больше не осталось. Есть один важный момент. Стоит ли уничтожать оружие, которое создают Боготы для демонов Баат и Зур? Опрос в комментариях показал, что да, стоит, и плевать, что погибнет кучка инженеров и рабочих, участвующих в проекте. Ну как скажете. Недаром у нашего героя сменилось мировоззрение. С истинно-нейтрального на хаотично-нейтрального. На самом деле, это типичное мировоззрение игроков, чья цель набрать побольше опыта, невзирая на любые моральные препятствия. Давайте сделаем это. Спрашивай, и я отвечу, если смогу. Я верю в благоразумие твоего спутника. Слушай, Киллера, а какие у этого устройства слабые места? Она странно глядит на до окона, который на секунду смеривает тебя глазами, а затем кивает ей в знак подтверждения. Хорошо. Самое слабое звено – это козейник задней части устройства. Если повредить этот узел, это может убить нас всех. Может начаться цепная реакция, которая уничтожит всех, кто связан с устройством. У вредителя, скорее всего, будет время, чтобы удрать. А вот у тех из нас, кто подключен к машине, его не будет. Подключен? Что ты имеешь в виду? Напомни, пожалуйста. Я имею в виду то, что мы связаны с этой машиной посредством магических ритуалов, которые вдохнут в нее силу. Случись вдруг поломка или, не дай бог, вредительство, Я и все, кого ты видишь в этом помещении, наверняка будем испепелены. Хуже того, погибнут сами наши души, и они канут в холодную тьму забвения. Теперь ты понял, почему мы храним тайну? Понял, Киллера? Прощай. Это ненормальное устройство просто переполнено мощью. Оно выглядит, как огромный цветок, изготовленный, а не выращенный, с железными листьями и лепестками. Дикое смешение ручек, измерительных приборов и клапанов смущает твой взор. Что насчет управления? С ним мы ничего не сделаем. А вот саботировать спусковой механизм на основании машины можем. Спусковой механизм выглядит весьма нестабильным. С легким хрустом ты вырываешь его из гнезда. Перемена в звуке гудящей машины почти незаметна, но ты слышишь, как сменяется цикл гудения. Тебе лучше уйти. Посмотрим, что получилось. Машина полностью уничтожена. От инженеров и рабочих оружейников не осталось даже пепла. Больше никогда мы их не увидим. Извини, Дакон. Теперь стоит поговорить с Бедайлин. Она скажет, что делать дальше. Напоминаю, что Бедайлин... Член фракции анархистов. Теперь... Нет особого смысла противиться ее заданиям. И стоит попробовать присоединиться к этой фракции. Я слышала взрыв отсюда. Прекрасная работа. Ты хочешь получить новое задание? Погоди. Почему тебя не уничтожил взрыв, как всех остальных? Ты разве не догадался? Я поклялась ложным именем и ложной личностью. Я не тот человек, что давал клятву. Поэтому я чиста. Итак, теперь ты согласишься на новую работу? Или нет? Что же это за работа такая? Фрактор, Сандес. Я уверен, что тебе знакомо это имя. Это он ответственен за разработку этой дьявольской машины. Это он подписал контракт и пообещал, что смертельное оружие будет изготовлено. Это он в ответе за смерть остальных инженеров. Он должен умереть. Ну, я сделаю это. Хорошо. Его зовут Сандес. Я думаю, тебе уже приходилось с ним встречаться. Он ничего не заподозрит. Не волнуйся о том, чтобы сделать это незаметно. У Сандеса достаточно буйный нрав, и охрана не придаст значения шуму. Просто возвращайся сюда. Когда все сделаешь, я дам тебе еще одно задание. И потом все. Теперь приступай к делу. Ну, как скажешь. Ну, доля правды есть. Сандес действительно поступил достаточно цинично, когда принял этот заказ. Я умер. Я умер. Его не волновало, кому попадет оружие. И как демоны Батлазу будут его использовать. Я умер. Привет, Сандес. Морта, иди, пожалуйста, в другую комнату и закрой дверь. Какие-то последние слова, Сандес? Я обязан тебе жизнью, странник. Я этого не забуду. Но сейчас я должен о многом подумать. Надеюсь, ты простишь меня за молчание. Прощай, Сандес. Хорошего тебе пути в другой мир. Охрана, кажется, что-то заподозрила. Но потом вернулась к своим делам. Я умер. Сандес мертв. Думаю. Что? Мы не можем открыть дверь изнутри. Но это может сделать Морта. Думаю. Как дела, ребята? Сэр! Охранник не решается говорить дальше. Счастливо. Думаю. Все прошло гладко. Так. Возвращаемся к Беделин. Хорошо. Я умер. Ты уже записал имя Сандес в книгу мертвых? Да. Он мертв. Я хочу, чтобы ты выполнил всего одно задание. И мы оставим Богота в покое. Мне нужно, чтобы ты вывел меня из этого места. Охранникам нужно будет свалить вину на кого-то. И я не хочу, чтобы они выбрали тебя. Когда я исчезну, они подумают, что это я. А ты будешь вне подозрений. Что скажешь? Что конкретно я должен сделать? Они не задерживают Кузнецов здесь. Если бы ты смог раздобыть для меня полный набор инструментов и кое-какие шмотки. Но я не знаю, где все это можно раздобыть. Постарайся больше никого не убивать, ладно? У нас и так здесь слишком много проблем. Я не хочу, чтобы они распространились на весь город. Другими словами, не убивай Кузнецов, чтобы забрать у них одежду. Я в любом случае сомневаюсь, что она на меня налезет. Хорошо. Посмотрим, что я смогу сделать. И Дакон получил уровень. Уровень в классе Мак. Дакон может учить и другие заклинания, помимо круга Зертемона. И я, честно говоря, про это забыл. Стоит раздобыть для него пару свитков. Я умер. Экипировку можно достать на складе. Странно, что беда Элина этого не знает. Тебе нужно что-нибудь еще? Слушай, я хотел бы... Замаскироваться. Маскировка, а? Я же могу предположить, для чего тебе это понадобилось. И предоставлю это тебе за смешную цену в 60 медиков. Ну, давай. Тогда держи. Собери эту сучку отсюда, потому что мы не хотим больше терпеть ее вероломство. Что? Мне не для этого надо? Он смотрит на тебя с отвращением. Слушай, козел. Ты получил свое барахло. Теперь топай отсюда, или я стражу позову. Ну, пока, Наделин. Я понял. Я понял. Я понял. Спокойно. Господи, мы до сих пор таскаем с собой голову Саэга. Как-то жалко с ней расставаться. Если ты нас раскусил, Наделин, почему никому ничего не говоришь? Из-за 60 медиков. И он еще нас осуждает. Иуда. Ну, ты придумал, как нам выбраться отсюда? Они не выпустят меня в таком виде. Мне нужно как-то замаскироваться. Я нашел одежду кузнеца. Надень ее. Я надену ее, как только мы будем готовы выйти отсюда. Что еще? Тебе придется меня вывезти. Ну, хорошо. Пошли. Мы пройдем через парадную дверь. Затем отправимся на склад, где нас будут ждать мои друзья. Ты готов? Пошли. Квесты анархистов, конечно, дают бешеное количество опыта. И мы еще не все выполнили. Мы даже не вступили во фракцию. Посмотрим, что скажет Бедайлин. Возможно, она захочет познакомить нас со своими друзьями. Это было бы интересно. Спасибо за помощь. Может, я с вами еще увижусь. Или кто-нибудь из моих коллег. Нас можно найти в любом месте. У меня есть вопросы к тебе, Бедайлин. Что ты хотел знать? Расскажи мне о революционной лиге. Она прищурила глаза, как будто оценивает тебя. И сказала. Мы верим в то, что власть коррумпирована по своей природе. Мы существуем для того, чтобы уничтожать власть там, где она может появиться. Таким образом, фракции Сигела наша главная цель. Они монополизировали город дверей. Город, который должен быть открыт для каждого, кто проходит мимо. Вместо этого они обрушиваются на тех, кто не боится говорить открыто. И умалчивают о тех, кто пляшет под их дудку. Властная структура Сигела должна быть разрушена. О, как все серьезно. А какова структура лиги? Мы разбиты на ячейки. Каждая ячейка имеет свой номер. Люди в одной ячейке не знают людей из другой. Так мы исключаем предательство. Конечно, иногда мы работаем над одним и тем же делом. Но мы достаточно хорошо деморализуем ненавистные фракции. Так что это стоит того. А ты не думаешь, что из-за ваших групповых акций фракции становятся более воинственными и коррумпированными? Нет. Их лицемерие видно невооруженным глазом, хотя бы когда они пытаются уничтожить людей, которых они поклялись защищать. Те, кто должен защищать законы Сигела, первыми нарушают их, когда им угрожает опасность. Мы пытаемся показать людям, что все это сшито белыми нитками. Мы выступаем катализатором, а не причиной. А почему не сотрудничать с системой для того, чтобы изменить ее? С такой системой? Коррупция сожрет вас раньше, чем вы сможете произвести хоть какие-нибудь изменения. Эта система не заинтересована в работе с чем-либо уменьшающим ее власть. Это особенность людей. Они хотят иметь власть и не хотят ею делиться. И не важно, кто пострадает в процессе. Скажешь слово фракциям, и ты труп, раньше, чем успеешь вздохнуть еще раз. Гораздо легче избавиться от всего этого и создать что-то новое. Но таким образом пострадает много невинных людей. Она усмехается. Если бы тебя так заботили невинные люди, ты бы изначально не стал помогать мне. Как насчет всех тех работников, которых ты убил, когда уничтожил оружие в кузнице? На любой войне страдают невинные люди. Но, по крайней мере, если ты с нами, у них будет шанс оправиться. Под властью фракции они погибнут все. А как ты вообще примкнула к анархистам? Мой отец, свободный легионер, был убит за то, что не согласился с Думгардом. Убийцу так и не наказали. Моя мать требовала справедливости, но была арестована твердоголовыми. Коррумпированный судья признал ее виновной в нарушении спокойствия и создания анархии. Так она была казнена убийцами милосердия. Логично, что я стала искать анархистов. У них есть ответы на все мои вопросы. А как можно присоединиться к Лиге? Она сомнительно посмотрела на тебя. Присоединиться к нам? Хм. Ты сделал достаточно, чтобы присоединиться, если вдруг когда-нибудь решишься на это. От тебя в любом случае нам больше пользы, чем вреда. Она немного задумалась. Хорошо. Иди, поговори со своевольным Пеном в печатной мастерской. Передай ему мои слова. Город должен сгореть. Он поймет тебя. Она напряженно посмотрела на тебя. Но я тебя предупреждаю. Если что-нибудь со мной случится, эта фраза не будет стоить и двух медиков. Город должен сгореть. Хорошо. У меня еще есть вопросы. Расскажи мне про Боготов. Боготы? Ха. Остальные фракции хотя бы делают вид, что знают ответ на вопрос. Боготы еще хуже. Они становятся на пути у каждого, кто пытается понять суть большего секрета. В то время как сами не имеют о нем никакого понятия. Собаки на сене. Больше ничего. Хуже того. Они загрязняют нижний район, наполняя его этим смертоносным туманом, который убивает пожилых и слабых. Они называют себя помощниками. Но правда в том, что они несут только смерть. Но доля правды есть. А зачем вам все эти разрушения? Потому что старые порядки должны быть уничтожены. Уничтожив часть штаб-квартиры фракции, я помогу людям потерять веру в Боготов. Уничтожив это ужасное оружие, я помогу им потерять доверие к Боготам. Обив Фактория, я покажу остальным, что те, кто занимает высокое положение, и есть цель. И никто не должен выступать в поддержку вышестоящих в коррумпированной системе, потому что они могут стать следующими жертвами. Каждая из этих акций является символической. Ни одна из них не является разрушением ради разрушения. Тогда бы мы были ничем не лучше Думгардов. Кого-кого? Думгарды, стражи Рока. Группа людей, которые думают, что по причине распадания всего в этом мире на части, их задача не допустить усиления Центра. Номинально, мы в союзе с ними. Но правда в том, что и они падут. В конце концов, все они будут уничтожены. Вот это да. Расскажи мне... Подожди, как насчет Сароса? Точнее, Сароса. Он был полезной пешкой, но дело в том, что он был слишком связан личными предубеждениями, чтобы понять важность их уничтожения. Если он умрет, то невелика потеря. Если выживет, то же ничего. Я буду помнить его, как мальчишку, который сделал свое дело, но которому не хватило потенциала. Ну ладно, расскажи мне о себе. Я? Мне не придется долго рассказывать. Я поклялась, что собственными глазами увижу падение фракций, и я прошла курс магической инженерии, что сделало меня ценной для любой из них. До Боготов были еще и другие, много других. У меня было больше масок, чем я могу припомнить, и больше имен, чем записано в книге мертвых. Я даже не могу назвать тебе имена всех, кого я предала. Звучит впечатляюще. Ты этим счастлива? Она горько усмехнулась, затем ответила. Счастлива? С каких это пор такая жизнь стала иметь отношение к счастью? Ну если ты несчастна, почему бы тебе не прекратить этим заниматься? Прекратить этим заниматься? И забыть про месть? Это определяет мою сущность. Это и есть я. Это все равно, что попросить отрезать руку и остаться самой собой. Она смотрит на твои шрамы. Хотя, я думаю, ты смог бы это сделать. Так ты позволишь горечь и ненависть контролировать тебя. Это стало частью меня. Без этого я никто. Выбери что-нибудь другое и стань больше, чем ты есть. Я? Я не знаю как. Просто попробуй, попробуй, и ты увидишь. Я подумаю над этим. Но я ничего не гарантирую. Прощай, путник. Ты дал мне много пищи для размышлений. Я надеюсь. Прощай, Бедолин. Ну, пойдем навестим своего вольного Пэна. Опять к Пэну в очередь. Я уйду. О, боже. Ты снова пришел мне угрожать. Он выглядит крайне беззаботно. У меня есть несколько вопросов. Они по делу. Да. Город должен гореть. Что это? Что ты сказал? Это для меня ничего не значит. Я сказал. Город должен гореть. Я слышал о тебе. Он колко взглянул на тебя. Если тебя прислала Бедолин, то это значит, что ты хочешь быть с нами. Я прав? Ну да. Ты знаешь, кто мы? Скажи мне. Мы Лига Революционеров. Знаешь ли ты, чего мы добиваемся? Нет, не знаю, Пэн. Мы добиваемся свержения порядка Сигела. Мы против других фракций. Наша фракция не является фракцией. Мы организованы во имя беспорядка. Мы разрушаем, чтобы другие могли возродить. С большой свободой и лучшей жизнью. Старый порядок стоит у нас на пути. Другие фракции не дают народу прозреть. Как же они стоят на пути? Просто. Пока существовал, старый порядок делал все возможное для удержания всех от тьмы мультивселенной. В конце концов, что если мы в самом деле все узнаем? Это угрожает их крошечным меркам. Некоторые уже так уверены, что они нашли, что кто-либо другой автоматически становится неправым и должен быть устранен. Это не та вещь, которую я бы назвал форумом, где терпимы ко всем убеждениям. Ну, разве они не ищут истину? Нет. Они ищут того, кто оценит их и даст им почувствовать свое превосходство. Они обманывают себя в том, что они это нашли, и преследуют тех из нас, кто не согласен. А почему ты решил, что они не делают все возможное? Старый порядок не столь заинтересован в поисках истины, как удержание власти и набивание карманов. Пока старое не отброшено, нельзя расти и учиться. А почему ты решил, что они не нашли эту истину? Но это многие из них не нашли, даже их самые набожные члены. А те, кто нашли, не вызывают достаточно веры в найденную ими истину. Пыльные считают, что мы все должны умереть. Чующие считают, что мы должны искупить себя, и придет тьма. Боготы одни из тех, кто еще не нашел большую тьму. Их единственная истина – это продолжать попытки, и однажды это получится. Так что они день за днем остаются рабами в кузнице, пока не умрут. Умные товарищи! Ну, конечно, их надо разорвать! Давай начнем работать, Пен! Если ты в самом деле такой нетерпеливый, я дам тебе задание. Исполни его, и ты с нами. Позволь меня сперва спросить о вашей фракции. Что ты хотел знать? Как устроена организация? Природа этой революции в том, что даже наши люди должны быть в неведении. Мы действуем в разных ячейках, с минимальным контактом с главой фракции. Это затрудняет выход других фракций на нас, чтобы прервать наши действия. Если они выбьют одну ячейку, они не найдут другую, если только им не повезет. Народ не может быть равным, пока мы не преуспеем свои задачи, или пока они не самоутвердятся. Похоже, вам приходится работать наперекор всему, Пен. К несчастью, да. Но это лучше, чем смотреть, как вся организация пойдет в огне или под мечом. Расскажи мне еще. Подробнее про организацию. Кто в твоей клетке? Сколько людей? Я это тебе расскажу, когда ты вернешься в задание. Ладно. Насколько организован ваш хаос? Каждой революции нужен лидер, Пень. Каждому восстанию нужен тот, кто его спланирует. Ты думаешь, что такой легкий хаос раздробит фракции? Это должно быть большим, чем случайные атаки. Только собранный план сможет повредить фракциям. Смотри. Некоторые люди мечи. Другие руки ведущие меч. А некоторые... Некоторые мозг, управляющие руками. И кто назначил тебя мозгом? Я сам. Похоже, никто не хотел делать дело. Некоторым людям надо говорить, что им делать. Некоторые берут инициативу в свои руки. Я хочу делать дело. Я хочу взять вину за неудачи на себя. И я хочу отойти в сторону, когда мои планы исполнятся. Я отдал все, что у меня было дорогого, чтобы привести людей к лучшей жизни. Я думаю, это меня как-то характеризует. Как болвана. Почему бы... Не уравнять всех, кто мы уже спрашивали. Хорошо, ты там не переутомляйся. Если бы отдал то, что я имел, ради служения другим, ты не стал бы так быстро меня судить. Это дело требующее влечения идеализма. И я боюсь, что эти качества в тебе выгорели. Он подумал. Ты заметил, что его рука слегка трясется. Не стоит его дразнить. Ладно, расслабься. Давай поговорим о твоей организации. Такое бичу и пен. Ладно, что это за миссия, которую ты хотел мне поручить? В районе клерков или в общественном фэс-холле есть камень, названный Геназий Квисай. Он опасен для нас, хоть он и не знает этого. Найди его и уничтожь. Когда сделаешь, возвращайся сюда, и я расскажу тебе про наше убежище. Хорошо. Я не сделаю этого, убивать людей нехорошо. Я вернусь. Идем отсюда прочь. Вообще, фракция анархистов у меня не вызывает никакой симпатии. Но мы продолжим выполнять цепочку квестов, чтобы присоединиться к ней. И вы увидели больше контента этой замечательной игры. Уж проходить ее во второй раз, мы точно не будем. До скорых встреч.